Основная проблема это именно попасть в квартиру, чтобы провести те же самые работы, либо если есть какая-то угроза попасть опять-таки в эту же квартиру. А вот может быть как раз это надо прописать на законодательном уровне, что они обязаны? Ну вот вы говорите, нет ответственности, была бы ответственность, что-то бы изменилось. Да есть ответственность. В Кодексе об административных правонарушениях уже не первый год есть статья 9.23. И если собственник не допускает газовиков в квартиру для проведения необходимых работ по техобслуживанию, то его можно штрафовать, сумма штрафа от тысячи до двух. Мы штрафуем жилищная инспекция. И часто-часто случается? То есть компания должна обратиться к вам? Конечно. То есть если газовика не допустили дважды, то есть он уведомлял, графики свои размещал, а собственник его дважды не допустил, все эти материалы газовики направляют нам, и мы, соответственно, такого собственника нерадивого штрафуем. Факты такие имеют место быть, это ежегодная практика у нас. В 2022 году мы порядка 40 граждан оштрафовали, годом раньше порядка 60, 50, 56, что ли, примерно вот такие вот цифры. Законодательством предусмотрена процедура попадания в квартиру, либо в частный дом для проведения обслуживания, в том случае, если нас не пустили в установленный срок графика. Значит, она предусматривает, как раньше было сказано, составлением актов первого, второго, дальше акта недопуска, направления документов в жилищную инспекцию. Так вот, мы актов за 2022 год составили больше 5000 первых. Во-вторых уже две, то есть пяти на два, то есть первый акт он получил, он уже задумался. А до жилищной инспекции дошло всего 160 писем, там, где мы действительно уже подготовили весь пакет документов, где два уведомления и направили в инспекцию. Соответственно, вот 40 оштрафовали из 160, остальные 120, там, получив уведомление какое-то от ГЖИ, все равно допустили сотрудников. Единственное, что в законодательстве, это долгий путь. Продолжение следует...